Девушки отдыхают 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 Все сделали, я сижу, любусь, думаю, ай, молодцы, все хорошо сделано. Даже не то, что гордость за себя, гордость за девчонок, потому что они такие у меня уже самостоятельные. Я могу на них надеяться и, скажем так, отпускать и отдыхать. Я знаю, что все будет хорошо. Тобто все хореографичные какие-то элементы и вещи, они работали самостоятельно. Ты только над этим спостерегала, кльово или не кльово? Нет, мы танец поставили на 14 человек. Танец был уже готов. Мы даже его уже начали ставить. А, репетиции они проводили самостоятельно? Они разводили на пятерых. То есть представьте, из массового формата 14 человек развести на пятерых, когда перемещения совсем немножко другие, да, Диана делала другие партии, и это все за три дня. То есть мы три месяца учили одно, за три дня кому-то надо было переучить. Ничего, ну вышло насправді очень классно. Они молодцы, да, я им горжусь. Алиночка, ну, все же таки мы будем говорить зараз про то, как на сегодняшний момент працюет ваша студия, момент того, что наступил карантин. О, я не знаю, как мы будем. Как это все у вас отбывается? Репетиции, то есть сегодня можно собираться там с гуртом и проводить репетиции, или все же таки дистанционно, как это проводится? Мы сейчас, слава Богу, занимаемся. В сентябре месяце хотя бы... Вот правильно говоришь, спасибо Богу, потому что не знаешь, что будет завтра. Вот как раз нас ждет 1 декабря, и все в ожидании, да, вообще, как мы будем заниматься, что с погодой, какие будут условия в зале, да. Все, интрига такая новогодняя. Я еще говорю, мне как-то вот этот период карантинный все время с интригой. Но в итоге, ты знаешь, складывается все позитивно. Вот вроде бы кажется, что же будет? Что же будет? Мысли сразу такие, как всегда. А в итоге все хоп, и все хорошо. Не, дивись, я мала на увазе, подчас, например, жорсткого карантину, когда он был введен, как вы працювали. Потому что все были переведены, скажем так, на дистанционное навчание. Ну, мы попробовали в Вайбере проводить занятия. Не вышло? Не вышло, начали интернет подвисать. Все дружно начали пробовать в Вайбере, да. И у нас, получается, начали засути окошки. Потом мы перервали тренировки, и затем мы вернулись, начали заниматься Брюзово Роща на сцене. Да, и, знаешь, вот не было бы счастья... Тут вы таки нашли выход на свежем поветре. Ну, знаешь, вот как я говорю, не было несчастья, да несчастье помогло. То есть мы вышли в Березовую Рощу, во-первых, ну это шикарно. Это, конечно, в 9 утра, я каждое утро со шваброй там сцену мыла. Да, ну она грязная была, чтобы девчонки нормально могли позаниматься. Сцена нагревалась в 10 часов, она уже была как сковородка. Вот, то есть нам надо было как-то так это все лавировать и быстренько отрабатывать. И мы... Это здесь было в серпне месяце, насколько я знаю, да? Да, вот мы сентября, июль, мы, по-моему, вот так вот начали выходить. И вот благодаря, скажем так, то, что мы начали там заниматься, люди начали подходить и спрашивать, а вы что-то будете проводить? Будет какой-то концерт? А что-то будет? Тут начинают подходить и говорят, а вы знаете, а у нас вот здесь вот надо что-то сделать. Я говорю, да мы просто пришли репетировать. И вот появилась идея, что надо что-то там провести. В итоге... Слушай, может люди хотели, чтобы вы там высадили новые какие-то насаджения дерева, например, а вы там просто танцуете? Они же подходили и спросили, что нам нужно ось тут сделать, там допомогти, там допомогти. Они говорят, что у нас ничего не проводится, проведите что-то. Тому появился благодейный концерт, который вы там провели в Березовом районе, так? Это одна из причин. То есть финальный был выстрел, скажем так, это когда мы начали с творчества, с организации «Голос батьки». Мы проводили мероприятия «Зачарована до сна». Это детки инклюзия на снову, они нас пригласили. Мы поставили номера и съездили. И я думаю, почему бы не объединить и не сделать, вот как семья, собрать всех, коллективы. Ну, конечно, с карантином всех не получится собрать, потому что ограничения. Мы собрали те коллективы, которые отозвались, потому что понимали, что не все занимались коллективом, не все были готовы. Пригласили ребят с «Голоса батьки», они показывали сценки. Есть организация «Арата», да, показывали разные номера. Вот, есть «Счастье Е», они выступали. Это было шикарно. То есть мы провели такой благодинный, скажем, святый фестиваль, где были бесплатные мастер-классы. Пригласили, вот отец Роман проводил мастер-класс, разрисовывали детки свечки. Слана Смоловская, они делали разные фенечки, обереги. Алла, Малинка, они делали эти фруктовые букетики. Наташа с «Голоса батьки» разрисовывала детей. То есть люди не ожидали. То есть каждому было чем занято, если скажем так. Ты знаешь, и это хорошо, что все отозвались, вот именно как благодины. Потому что идея появилась, но понимаешь, что финансово это все потянуть, аппаратура. Когда ты сам 6 месяцев сидел безработной, и аналоги платит, да? То есть ты задумаешься, ага, а что, как проводить? Потому что аппаратуру надо заказать благодаря Игорю Хонину, он нам подсказал и помог, скажем так, чтобы это не совсем нам было кусающе. А серпень месяц, благодинный концерт, вы... Мы в сентябре провели его, 5 сентября. В вересне, так? Да. Ну, в вересне месяце, скажем так, на початку осени вы сделали такой благодинный концерт. Это классно и чудово, сейчас наблюдаются зима, новоречные света и так далее. А то есть есть какие-то планы, или их нет? Наверное, их нет, потому что все-таки в очаге в карантине. На Новый год или на... Нет, у меня планы на весну. Что мне Новый год? Я уже на весну. Нет, просто все звикли какие-то давать там концерты новоречные, понимаешь? Ну, вот, к сожалению, да. В этом году мы не принимаем мероприятия новогодние, которые проводятся в Доме культуры, да, в Арцикультура. Скучаем, ждем, когда это все закончится, чтобы принять... Сумуете за сценой, так? Да, за сценой скучать не успели. Дивись, а зараз мы подивилися оцей номер, где девчата танцювали, это номер сила, насколько я знаю. Древо, да, сила наша в наших корнях, да, в древе. Это новый номер, новая постановка, чи все-таки она там тягнется уже дуже давно за старину? Нет, она как раз вот начала ставиться в Березово-Рощу. В августе месяце, да, мы по чуть-чуть начали ставиться, так те, кто приходил, а потом уже сентября мы поставили на массовое коллег... Ну, на всех деток. Так, зрозуміло, оцей танок, це новий танок, скажімо так. Які ще постановки нові з'явилися у вашому коллективу, скажімо так, чи встигла ти їх створити? Новые танцы, ну, получается, смотря какая группа. У нас в прошлом году, как никогда, все группы до карантина... Я бы не понимаю, сколько у тебя там групп, у тебя взагалі величезная армия, насколько я понимаю, у дітей там. Ну, чего армия? Какая армия? Детки у меня. Сколько диток у этой армии? Я сейчас меня все спрашивают, говорю, я не считаю. Вот пришел ребенок, и хорошо. Ну, оно же такое, приходит, вдруг что-то не понравилось. Это такое, это нормальное явление, когда, ну, не подошло. Слушай, ты кажешь, у нас подумалось, ну, тут треба якось, ну, что, ты как керівник, потрібно знайти какую-то мотивацию, все ж таки, зацікавити, чимось у дитинок, может, залишилось. Ребенок, может, решил заниматься бальными танцами. Ну, вот ему вот из стороны хореографии не зашла. Или он походил и решил заняться шахматами, да? Ну, это нормальное явление, поэтому я не цепляю за детей и не стараюсь их удержать. У каждого есть свобода выбора. Ну, и не наполягаешь на тому, заходи, займайся, тебе це потрібно, и так далее. Если ребенок... Если ты видишь, что желания у дитины не имеет. Нет, не заставляю. Даже если родители приходят, говорят, Алена Николаевна, мы хотим, чтобы она, Алена, он ходил. Я говорю, не заставляйте. Зачем? То есть, то, ваше желание, это ваше желание. Желание ребенка, у него совсем другая жизнь, другое мировоззрение. Зачем? Не надо. Так, снова же таки, про майну у нас конкурс Чернигів-Забес не могу про него не запитать, потому что в минулому році все-таки приймали в ньому участь. А в цьому році ви его обійшли стороной? Мы не успели выйти на сцену. Ну, тогда, к сожалению, уже было... А, так, зрозуміло. За якісь причин-то, де була Данжалоба. И получается, что определенное количество номеров выступило, а девчонки уже переоделись. А в цьому році був цей концерт Паранеса на Минський палац культуре уже через те же? Ну, там уже были финалисты, мы полуфинал, да, прошли. Ага. Да, там как-то, ну, честно, ну, вот я ж тебе говорю, что... Такие такие виды... Вот этот год какой-то такой загадочный, поэтому я сейчас на все спокойно смотрю, что быстро все меняется, главное сохранять спокойствие, и все будет хорошо. Ну, ты оптимистично налаштована, в принципе, думаешь, что все будет классно. А по-другому как? Ну, ходить в печальки, и что? Ну, ничего не будет хорошего. Лучше тогда думать о хорошем. Все будет классно. Так, девчата, у вас есть там микрофон? Кажите честно. Да, есть. Есть микрофон. А вот мне хочется запитать, вот, когда вы не встигли, как Альона сказала, вийти на сцену, когда был конкурс-фестиваль Чорнігів Зе Без, какие были ощущения у вас и эмоции? Образа, возможно, была какая-то, певная? Чому так? Чому мы? Ну, образа не было, но в Суме, что не смогли... Вы же готовились, правда? Готовились так же, но нам дали грамоту. Ну, как-то так трошки засумували. Грамота перекрила все хвилювания, да? Нет, ну, есть определенные вещи, за которых расстраиваться, засумувати, я думаю. Вот тот тонок, который вы планировали поставить, все-таки, на Красной площади, что это был за тонок? Яка была его сюжетная лінія? Это была новая постановка, я так говорю. Нет, мы его танцевали уже у вас в студии. А, танцевала уже, да? Да, в розовых платьях, показывали фотографию. В розовых платьях, да, японский номер, сакура. Это женственность, это нежность, то есть вот передача вот этой восточной женской загадки, при этом вот внутренней силы. То есть каждый народ, он по-своему интересен. Вот мы сейчас танцевали славян, даже северяны, да, вот было у нас такое раньше. А тогда была у нас сакура, да, вы выступали. Альюна, скажи мне честно, это ты все придумаешь сюжетную лінію? Чи у тебя есть какой-то помощник, который все-таки координует, десь что-то, возможно, подсказывает тебе? Потому что створить, ну, каждого раза створить какой-то номер с какой-то сюжетной лініей, это занадто сложно. Треба щось выгадувати, мені здається, ні? Я каждый раз к ним прихожу, говорю, девочки, сегодня ко мне ночью приходила муза. Ну, серьезно, оно вот вдохновение. И девчата шути, в очікованні того, я кому-то пришла нова, да? Нет, они в последнее время начинают шути, когда я делаю вот так вот. Они говорят, Алёна Николаевна, что будет? Мы уже в ожидании, все будет нормально, сейчас будем все делать. Оно вдохновение приходит. Знаешь, музыка сама тебя находит, вообще разнопланово. Вот сейчас мы ставим другой номер, он вообще по стилистике отличается от всех номеров, которые мы ставили. Поэтому оно, вот, пришло вдохновение, пришла какая-то идея, может быть, актуальность данных проблем, да? И вот ставятся вот так вот постановочки. Ну, зараз дуже багато пісень, там, вокалисты записывают пісни, присвячені карантину, наприклад, там, масках, кліпы знімаются, такие інші. Тренд, да, сейчас прям такой. Да, да, все присвячено карантину. У вас є такий танок? Нету. Немає. Ну, наверное, мы такие, исключение из правил. Муза такая ще до тебе не пришла, да? Да, эти в маске, да? В масках ще станцювати. Оставь номер в маске. В захисных костюмах, розуміше. Ну, нам уже противогаз наденем. Мне сбросили фотографию, когда начался карантин. Стоит ученица под домом в костюме, в противогазе, в защитном химкостюме говорит. Петя, это Мария Степановна пришла. Ты на машину работу зробил. Ну, вот получается, да нет, зачем ставить на эту тему? Я не знаю. Она так уже заезжена, уже люди настолько устали, психологически устали. И осталось, да, шутить, разве что. Ну, у нас хватает идей. И без этого. Девчата, коли Алена робить ось так, як вона показывала, да, там, пальчиками, а вы в стрессе уже? Тобто, что она может запропоновать в этом моменте? Скажите честно. Если честно, мы уже привыкли к этому всему, но поначалу как-то настораживала. Хотя, с одной стороны, это как-то даже, когда есть настроение у нас всех, то мы тогда, о, класс, давайте быстрее. Мы уже хотим это все попробовать. А когда нет настроя? Ну, настроение у девочек всегда есть. Так что мы готовы ко всему. Ну, все же таки, Алена, ты прислуховываешься до думки своих учениц, например? Если ты занимаешься постановкой, у кого-то выникла другая идея, например, Алена, вот я хочу тебе рассказать, возможно, мы сделаем это вот так, а не так, как ты предлагаешь. Ты прислуховываешься до этой думки? Или я так сказала, и так должно быть? Да, ну, зачем? Ты же жорстка в этом плане? Я? А, жорстка как ревница? Нет. Не? Ну, сходу. Ну, добрая, по-мирому. Ну, что ж, тогда и не кричит, что ж такое делать? Нет, я даю возможность девчонкам раскрыться. Даже вот у нас девчонки-выпускницы ставятся постановки, номера. Я говорю, девочки, есть идея, есть музыка, вот я вижу вот это, вот это. Если у вас еще какие-то есть пожелания, пожалуйста, делайте. И они начинают сами развивать эту идею и делать постановку. Поэтому, почему, зачем мешать развитию творчества у твоих учеников? Это же замечательно, когда твой ученик ростет и развивается. То есть ты нормально принимаешь эти идеи, скажем так, это плюс? Ну, это плюс. И им они молодцы, конечно. Так, слушай, кто у вас занимается в коллективе, напевно, з нуждки? Это ответственность тя, лягла на твои плечи, и ты, поскольку ты у нас есть керевник. А кто занимается у вас соответствующими костюмами? Потому что до каждого номера, я так понимаю, каждый свой родный костюм должен быть. Ну, я некоторые костюмы шью, когда их чуть-чуть. Сама? Я еще вяжу, еще кушать готовлю. Ну, то не страшно. Вот. Костюмы идеям рождаются, муза приносит, скажем так. И номера, и идеи приносят. И костюмы тоже муза. Вот он приходит и говорит. А потом к шве я прихожу, говорю, Свет, ну, надо вот такой костюм. Готова? Готова. Вот она вот пошила нам костюмы буквально за две недели. Ускорилась немножко. То есть я правильно понимаю, что до каждого номера, каждый там костюм есть? Ну, то есть они разные у вас? Конечно. Не повторяются с номера в номер? Есть, знаешь, какая ситуация? Есть такие универсальные костюмы, когда... Универсальные костюмы? Конечно. В Харьеве все-таки есть. Такие термозагосники. И в маске, да? Нет, ну, знаешь, когда вот у нас есть платье такое, получается, юбка бежевая снизу, а платье бордовое сверху, а поднизу еще бежевый комбинезон, ну, комбинезон, комбинезон. Все ты таки придумала? Ага. И вот, получается, костюм-трансформер. Вышел в бордовом платье, потом хоп, снял бордовое, вышел уже в бежевом комбинезе и в бежевой юбке. Ну, классный же костюм, трансформер. Ну, там, можно и так одягать, можно и по-иншому носить. Ну, как фантазия уже, кому как угодно. Круто, це мені потрібно таке, знаешь, на программу невещерный. Какого поделать, я сняла. В одном образе, потом в иншому, потом в третьем. Ну, так это классно, трансформер, такие платья делаешь, шикарно. Так, Альон, зараз, какие у вас все ж таки планы? Крім того, що ви збираєтесь, тренуетесь проводить репетиции, можливо, все ж таки готуетесь. Я не знаю, конкурсов багато дистанционных, зараз проводится там и вокальных, и танцювальных, и різных. Хтось приймає в них участь і ще й нагороди отримує. Ви долучались до якогось цього моменту? Ну, нам предлагали, нам предлагали онлайн-конкурсы. Но я, как танцор, знаю, что такое сцена и как она закаливает. Я предпочитаю по старинке выйти на сцену, станцевать, посмотреть на своих не то, что конкурентов, а другие коллективы, поучиться у них, сравнивать. Вот, как добро, что ты говорила за конкуренцией. Конкуренция, до речи, между танцевальными коллективами, вона существует в місті Чернио? Ну, может, у кого-то есть, может, у кого-то есть. У меня ее нет. Тобто, ты супер-пупер и нет конкуренции? Нет, знаешь, я недавно такую фразу классную слышала. Тот, кто нашел свой путь, перестает конкурировать. То есть я уже нашла свою стезю, я знаю, куда я иду. Зачем мне еще конкурировать? Ну, зачем мне это тратить время и силы, и своей энергии, когда тут можно номера ставить, чуть-чуть распыляться? Поэтому каждый коллектив в нашем городе, он уникальный, индивидуальный. У каждого свой почерк. И так, как рисует другой коллектив, ставит постановки, да не поставишь. Ты можешь сплагиатить, но все равно это будет, ну, не то, пародия будет, да, пародия будет. Но когда у тебя уже есть свой стиль, свое русло, свое направление, и тебе классно, то есть ты, как творческая личность, ты раскрываешься в этом потоке. Ну, это же классно. Зачем для кого-то? Девочки, еще хотела тебе поцикавитись таким моментом, музыка все-таки, вона имеет значение в номере. Тобто, ну, например, одни девчата хочут танцювати під цю музыку, інші під іншу музыку, и треба знайти какую-то золоту середину. Аби все-таки був настрій танцювати, розумієш? Если мне не понравится музыка, я под ней танцювати никогда в жизни не буду. Ты знаешь, у нас музыка, девочки, у нас музыка идет со сюжетом. У нас даже есть номера, в которых просто мелодия играет, вот Сакура. Просто мелодия, тем сложнее это должен передать каждым движением, каждым жестом, что ты чувствуешь, что ты переживаешь. Поэтому перед тем, как включается музыка, девочкам доносится сюжетная линия. Студий акторской мастерности у вас немає? Ну, параллельно это все. Какой-то вчился. Мы это все делаем параллельно. Почему? Ты сама научаешь их, как нужно свою эмоцию проявлять. Я стараюсь помочь им раскрыть эти эмоции. То есть научить, это то же самое будет, как вот плагиан, да, то есть покажите, вот как я показала. И я могу их направить и сказать, что вот здесь, вот послушайте, например, вот у нас есть под Пугачеву номер Аллы Борисовны, не отрекаются, любя. Но это мега талантливая певица, которую каждую нотку она тонально и чувственно обыгрывает. И вот задача танцора, чтобы не быть подтанцовкой в этом номере, а чтобы быть созвучной. И вот прочувствовать каждую мелодию, каждую тональность певицы, которую она передает и чувства. Девчатка, а у вас есть, честно говоря, какой-то такой улюбленный номер, который вы окремливаете среди всех других, где вы проявляете себя, вот каждый из вас? Ну, ты, например. У меня, например, все танцы идеальные, как бы. И какого-то самого любимого нет. Розумела. Да, на самом деле нет такого любимого прям танца. Они все прекрасны по-своему. Каждый танец хочется по-разному танцевать. Ну, от я говорила зараз про музыку. Чи вы у меня поддерживаете, чи не поддерживаете, хочу почути вашу думку. Тобто, мает значение, под какую музыку вы танцуете? От, ну, чтобы вы вышли на сцену с каким-то соответствующим настроем. Чи это будет Алла Пугачева, например, чи там, я не знаю, гурт без обмежень, пісня их. Ну, например, от музыки зависит от этого настроя танца, который вы передаете, или нет? Я так понимаю, что в чем дело. В данный момент, раньше, когда стала под постановкой, я гналась за хитами. То есть то, что новое, то, что вы сейчас прям в тренде, все слушают, надо ставить, но ты теряешь себя. Ты теряешь... Почему ты втрачаешь себя? Потому что людина слухает хит, слухает музыку и не звертает уваги на ваш танок, да? Нет, здесь не то, что, скажем так, ты пытаешься что-то сфарганить, не сотворить, а сфарганить, потому что вот это сейчас модно, и нам надо что-то потанцевать, да? Потому что эта музыка сейчас модна. А то, что она тебе вот не ложится, или ты, например, не можешь... Я не говорю, что она там плохая, но вот в данный момент ты не можешь раскрыть сюжетную линию. Вот она не созвучна. Другой коллектив ее раскроет шикарно, потому что это ихняя музыка, их направление, их стилизация. То есть я не знаю даже, как тебе сказать. Вот музыка имеет значение, знаешь, в каком смысле? Что несет музыка смыслу песни. Потому что хореограф, преподаватель, да, он несет ответственность, какой продукт дает детям. Потому что мы есть учителями, скажем так, мы детей учим правильному музыкальному вкусу. Мы должны контролировать не только, что в рот входит, но и уши наших детей входят. И мы должны подбирать музыку соответственно их возрасту, чтобы ребенок танцевал и осознавал, что он танцует. Поэтому здесь, когда ты подбираешь музыку, ты смотришь, какая группа у тебя танцует, да, какую ты можешь возрастную постановку поставить, сможет ли он донести, вообще поймет ли этот ребенок, о чем он танцует. Поэтому вот я перестала бежать за хитами. Вот есть вот хорошая музыка, есть хорошая музыка и классическая музыка, она шикарная музыка. Даже говорят, что она целебная музыка, да. То есть если подходить с разных сторон, вот надо детей учить правильному гармоничному вкусу выбора музыки. Таким чином ты виховываешь еще и музычный смак. Эстетично. Эстетично-музычный. Так, вот сейчас у вас отбираются тренировки, да, я попытаюсь уже, отпустили музыку, да, вы попытаемся до тренировок. Часто вы собираетесь на тиждень для того, чтобы все-таки там репетиции какие-то провести, соответственно, так и иначе? Три раза в неделю. Три раза на тиждень. Девчата, окрім того, сейчас, насколько я знаю, вы же навчаетесь дистанционно дома, в домашних умовах, так? Да. До Альоны треба сходить три раза на тиждень. Как с навчанием у вас? Чи встигаете вы все? Спочатку у нас йдуть конференції до двух годин. Конференції, как это звучит? Да, в пятом классе уже там конференції. Что вы делаете на этих конференциях, скажем так? Вчимось. Вчитеся, так. Потім ми йдемо до Альони. До Альони. І потім вже робимо домашні завдання, тести різні. Я до чого ввела? От репетиції, заняться танцями і таке інше. Чи воно не заважає вашому дистанційному навчанні? Ні? Все встигаєте. Оцінки добрі? Ну, добрі, звичайно, тому що дистанційно діти навчаються. Там посписували, розумієш, що це й класно. Так, дівчата, є таке трошки? Ні? Є? От, як ви зізналися. Так, у нас, я не почула, скільки часу залишається, але у нас вже ще є один номер, правда, Альон? На завершення про кохання ми зараз потанцюємо. А всім іншим глядачам я буду казати на все вам добре і побачимось. Будь ласка, дівчата. Музика. 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 Срецько твоє – одинокая улица. Звуки шагів моїх не растворились. Лише самолєты з небом цілуються, Там, де сказати, ми з тобою не решилися. Музика. Я люблю тебя, І легким волтинам, Пусть через вод по чуть-чуть. Я люблю тебя, І цілому миру, В цьому признаться хочу. Я признаться хочу. Дай руку мне, Позабудьте саденья, Пусть унесет их корабль бумажный, Город любовным об'ят настроеньем, Якщо я, Остальне не важна. Я люблю тебя, Я люблю тебя, И легким волтинам, Пусть через вод по чуть-чуть. Я люблю тебя, И цілому миру, В цьому признаться хочу. Я признаться хочу. Даже если вдруг, Баруса разлук, Нам оставят лишь воспоминания. Я не буду впить, Ни о чём жалеть, Пусть я коротко любви дыхания. Я люблю тебя, И легким волтинам, Пусть через вод по чуть-чуть. Я люблю тебя, И целому миру, В цьому признаться хочу. Я люблю тебя, И легким волтинам, Пусть через вод по чуть-чуть. Я люблю тебя, И целому миру, В цьому признаться! В... Я люблю тебя, Я люблю тебя, и легким пунктиром В целом я просто черчу Я люблю тебя, и целом я уберу В этом без нас хочу, я без нас хочу Субтитры создавал DimaTorzok